И думать с пятерочками, сейчас в принципе посмотрим, как оно вообще будет дропать фиолетовое стрель... Ну, прикольно, прикольно. За три контейнера красочку такую дропнуть, это уже достойно фиолетовое следующее! Обязательно, обязательно вам расскажу фиолет, что? Нее... Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Да-да, именно таки в данном видеоролике мы с вами откроем все те контейнеры, которые у нас накопились за данный ивент. Именно таки у меня получилось сохранить по сей день 34 контейнера, и сегодня мы вместе с вами их откроем. Посмотрим, что с них дропнет, я в ожидании чего-то интересного, потому что на этом аккаунте довольно-таки прикольные открытия контейнеров до этого у нас получались. Я не думаю, что здесь просто будет один шлак, но всякое, конечно, бывает. Не будем тут ничего, в принципе, предсказывать, сейчас мы все это дело начнем, конечно же, открывать, затягивать не будем. Ну и перед открытием я скажу все довольно-таки просто и понятно. Если нравятся вам такие ролики, если вам нравится открытие всех данных контейнеров, то обязательно не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Ну и, конечно, лайк на ролик это вот прям то самое, что всегда необходимо, дабы я видел вашу активность. И у меня было желание записывать новые открытия контейнеров, какие-то определенно новые рубрики. Поэтому не будем долго затягивать, начинаем открывать данные контейнеры. Первый пошел, я даже не знаю, по какой схеме, по какой тактике. Сегодня данные контейнеры мы вместе с вами будем открывать. Но 3 500-очка уже первая дропает. И попробовать может открыть все контейнеры по одному. Либо же попробовать что-то придумать с пятерочками. Сейчас, в принципе, посмотрим, как она вообще будет дропать фиолетовое с третьего краскоперия. Ну, не сказать прям, что самое необходимое, что мне должно было быть, дропнуть. Но, в принципе, фиолет. Фиолет, красочка. Довольно-таки эпичная краска. Как по вашему мнению, вообще она сочетается с данным вооружением. Как по мне, довольно-таки прикольно, прикольно смотрится. С фиолетового свечения она на нос падает. Отпишите, говорю. Напишите, пожалуйста, в комментарии, ребят, вообще имеются ли у вас такие вот красочки. Нравятся ли вам они, которые не анимированы, а именно такие у нас, получается, не с нового поколения, я так понимаю. Ну, прикольно, прикольно. За три контейнера красочку такую дропнуть. Это уже достойно фиолетовое следующее! Что? Вечерний закат, вы что прикалываетесь? Два фиолета подряд, это что вообще? Это что, остановите, пожалуйста. Не надо мне так жестко. Вторая фиолетовая краска. Ну, это уже такая, я бы не сказал, что прям эпично-сочно-нагибаторская. Но для фиолетового свечения пойдет. Конечно, 100 тысяч кристаллов было бы куда-куда прикольнее и куда выгоднее. Ну, вот такую красочку получаем. Вечерний закатик. Вторая красочка. Два фиолетовых свечения подряд. Что у нас будет дальше? Я даже не могу себе представить. Ну что, походу, сегодня у нас будет открытие контейнеров по одному. Нет? 125 двойной защиты. Только вот теперь не говорите, что все остальное будет просто тупой шлак. 125 мин. Два фиолета, это, конечно, бодро. 10 тысяч кристаллов. Кристаллы, конечно, на данном аккаунте это просто, я не знаю, что. Это 600к у меня уже имеется на данном акке. По сути, потихонечку, помаленечку. Я что-то трачу, конечно, но это явно не те большие траты, которые могли бы быть на каком-то другом аккаунте. Потому что все у нас без ускоряшек прокачивается. И, в принципе, количество наших кристаллов только и только увеличивается. И я уже прям в ожидании, когда у нас на данном аккаунте будет лямчик. Прям лямчик на таком акке. Это будет прям что-то эпически суперское нагибаторское. 27 контейнеров остается. Открываем дальше. Больше 50 батареек. К слову, батареек у меня на данном аккаунте было очень-таки мало, если я не ошибаюсь. Где у нас они имеются? 800. Ну, потихоньку копятся. К слову, на данном аккаунте у нас никаких дронов не имеется. Возможно-таки, совсем скоро стоит уже будет прикупить того же бустера. Нет, бустер у нас открывается чересчур поздно. Поэтому я не знаю, ребят. Честно говоря, я не знаю, что здесь брать по дронам. Пока даже не думал насчет данного аккаунта. Стоит ли вообще тут дронами заниматься, прокачиваться. Пока у нас немножко другие цели на данный аккаунт. И я думаю, что как только мы откроем данные контейнеры, я про эти цели на аккаунт. Обязательно, обязательно вам расскажу фиолет! Что? Нет! Луноход! В фиолетовом свечении луноход падает! Вы прикалываетесь? А почему он падает в фиолете, а не в синем свечении? Это настолько, блин, крутая краска. Раньше она стоила так мало кристаллов, а сейчас она, в принципе, не продавалась. И теперь я могу сказать, что у меня есть уникальный аккаунт с довольно-таки уникальной красочкой. Потому что сейчас она у нас нигде не продается. И только может быть выбито в контейнерах. Третье фиолетовое свечение! Вы серьезно? Просто серьезно! Луноход! Но это прям вообще... Это прям топово! И я хотел бы вас спросить, а лды тут? Все знают, все помнят? Знают, что это за красочка? Если знаете, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну, а мы продолжаем. 25 контейнеров осталось. Я еще 10 контейнеров не открыл. У меня уже дропнуло 3 фиолетовых свечения. Это вообще достойно. Достойно. 5 золотых ящиков. Неплохо, неплохо. Едем дальше. Синяя. 25 тысяч кристаллов! Ну, блин, что-то мне подсказывает, что это уже довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо. 125 двойной защиты. Ладно. Здесь как бы нечего говорить. Три дня премки. Блин, ну, как-то сказать, что это чересчур круто, это ничего не сказать. Потому что, в принципе, новый челлендж уже начинается через два дня. И, возможно, именно-таки с данного аккаунта мы будем набивать... Начинать набивать именно-таки звезды. Потому что премка, как говорится, лишнее не бывает. Притом на таких аккаунтах так точно. Три дня премки. Если это будет еще какая-нибудь добавочка-прибавочка. Если сейчас это будет не только три дня према, а еще что-то годно дропное, нагибаторское, мне упадет. Связанное с премиумом. Может, десяточка какая-нибудь там дропнется. До второго числа у нас есть премка. То есть, в принципе, два дня есть. Плюсом к набитию. Ну, посмотрим, посмотрим. Довольно-таки заманчивое предложение. Дабы я начинал набитие следующего мартовского челленджа именно-таки с данного аккаунта. Посмотрим. Три с половиной тысячи кристаллов. Ну, кристаллы это, конечно, годно. Это годно. Еще. 50 батареек. Хорошо, батарейки пригодятся. Безусловно. 125 двойной защиты. Ну, может, попробовать пятерочку открыть. А вдруг пятерочка там у нас с красным свечением, а? Ну, давайте попробуем. Чем, черт не шутит? Три с половиной тысячи кристаллов. 125 ускорений. 125 мин. 100 всех припасов. И 25 тысяч кристаллов. Ну, кристаллы еще прибавились. Может, еще пятерочку. Может, пятерочку. Нет, давайте по одному попробуем. Попробуем. Три с половиной ка выбиваем. Выбиваем еще 125 ремочки. Неплохо. Достойно. Три с половиной тысячи кристаллов. 10 контейнеров у нас остается. Очень быстро, очень быстро пошло у нас это открытие. И, в принципе, я скажу вам, что пока меня все даже устраивает. Если даже закрыть глаза на то, что там не такие суперэпические красочки у нас выпадали с фиолетовых свечений, все же довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо. Осталось только с этих 10 контейнеров не выбить 10 белых свечений. И тогда будет вообще просто все суперэпически нагибаторски. Давайте пятерочку открываем. Три с половиной тысяч кристаллов. 125 мин x2. 5 голдов. И... 10 дней према! Ебой! Ебой! Вы просто не представляете. То чувство, когда ты рад 10 дней према на данном аккаунте больше, чем, я не знаю, условно говоря, какому-то красному свечению. Это прям вообще... Ну, тут все как бы само за себя говорит. Звезды будут набиваться, скорее всего, параллельно, что на основе, что на данном аккаунте. Все же, следующий челлендж обещает быть жарким, потому что будет и битва полов, и будет много интересных вообще движений, связанных именно-таки с набитием звезд от меня. Поэтому круто! Круто! Это значит, что все у нас дело с набитием звезд продолжается. 10 дней према, что-то премочка последнее время дропает прям очень-таки серьезно, и я, безусловно, безусловно, этому только и только рад. 100 всех припасов, неплохо, хорошо, дальше еще 25 тысяч кристаллов, боже, боже, сколько крисов уже поднял с этого открытия, уже 100 тысяч кристаллов точно поднялось, нифига себе. 2 контейнера остается, и, в принципе, еще 10 золотых, офигеть! Ну и последний контейнер, и что у нас тут? Ну, здесь 125 двойного урона, в принципе, довольно-таки неплохое открытие контейнеров. В итоге у нас получилось 3 фиолетовых свечения, больше 130 тысяч кристаллов, если я не ошибаюсь, у меня именно-таки 550 было. Достойно, достойно, что у нас по нарке вообще, потому что у нас аптек вообще не было, вообще не было аптек, и сейчас у меня 328 аптечек. Довольно-таки неплохо, неплохо и по аптечкам дропнуло. Ну, про премку вообще говорить не буду, до 12 марта у нас она имеется, это значит, что, в принципе, можно набить челлендж спокойно, вообще просто не напрягаясь на изи-каточки. И единственный момент, который меня сейчас настораживает, это прокачка данного аккаунта. Здесь нужно, безусловно, безусловно, сейчас потихонечку, ну даже не то, что потихонечку, но надо, чтобы как-то это движение у нас с прокачкой ускорялось. А как мы его можем ускорить? Мы можем на 8 марта вкачать здесь, условно, хорнаторельсу на М3 и ко всему этому нагибчику еще выкачать фреза на М3. Если у вас есть такое желание, то вы можете, безусловно, поддержать данное видео пальцем вверх и, условно говоря, 250 лайкосов собирается, мы это движение делаем. Ну и, как я и сказал, что вообще, в принципе, планируется у нас на данном аккаунте, пока я жду комплекта с Викинга Страйкером, вот серьезно. Если он выпадает у нас буквально вот через полтора дня, вот через полтора дня у нас будут меняться комплекты, ну там плюс еще сутки, то есть, условно говоря, 2 дня, 2 дня остается у нас до новых комплектов. Если там будет Викинга Страйкер, вы сразу узнаете, что я его беру, я его начинаю выкачивать и все. Welcome to Nagib, welcome to my challenge и easy-каточка. Выполняем, нагибаем. Вот такой вот эпический, как по мне, ролик получился. Я не думал, что сегодня будет настолько-таки крутое годное открытие контейнеров, хоть и у нас не было никаких золотых, ни красных свечений, но я безумно рад тому, что открытие получилось реально достойным, то что 150к подняли, подняли премку, подняли голды, подняли краски. Одна уникальная старая добрая нагибаторская красочка в виде лунохода дропнула. Ну что может быть круче, когда тебе не падают, условно говоря, в синем свечении вместо 25 тысяч кристаллов краски от футбольной лихорадки? Согласитесь, это круто. Вот такой вот ролик получился, если вам понравился, то обязательно поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также, ребята, не забывайте подписываться на группу ВК, ссылочку я всегда оставляю в описании, поэтому чекайте, переходите. Много полезной информации там всплывает, но у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok